Какая система цветотипов является самой точной? Сегодня суперполезное видео для стилистов, которые цветотипируют, не цветотипируют, для фэшн-фотографов, для консультантов в магазине, для всех-всех-всех, кто хоть как-то связан с человеком и одеждой, даже если вы просто интересуетесь темой цветотипирования для себя. Я понимаю вот в данный момент, что откладывать тему цветотипирования с точки зрения классической теории цвета больше нельзя, что надо уже наконец продвигать эту тему. Я хочу, чтобы о классической теории цвета в стилистике знали все, чтобы все умели пользоваться, потому что каждый день, каждую минуту создаются все новые и новые курсы, лекции, мастер-классы, видео просто, какие-то короткие рилсы, шортсы, клипы с темой цветотипирования. Создаются разные идиотские инструменты, которые путают людей, которые никак не связаны с классической теорией цвета, которые вообще никак не связаны с реальностью. Создается чистая эзотерика. И получается у нас как снежный ком, как вот с 2016 года у нас появились школы стилистики, когда стали в большом количестве обучать стилистов вот всяким этим сезонным методом, дирекционным методом цветотипирования, как стали там вот какие-то вот, ну, бред вот этот вот нести в массы, не связанные с академическими знаниями, да, которые даются дизайнерам одежды, дизайнерам полиграфии, вообще любым арт-дизайнерам, художникам и вообще всем людям, которые связаны с цветом. И вот этот снежный ком, он просто растет, растет, растет. И если я не начну сейчас заниматься этим, то данного бреда будет становиться все больше. Сегодня я хочу дать вам основы самой точной системы цветотипирования, показать вам, как она работает, вот такие вот основы общие, просто чтобы немножечко у вас начало меняться мышление, чтобы вы уже избавлялись от бреда про температуру внешности, от бреда там про что еще, о том, что цветотипа в принципе не существует, что люди, кто занимаются цветотипированием, они там ненормальные. И вообще, да, я хочу поднимать репутацию именно классической академической теории цвета и цветотипирования в том числе. Друзья, сразу хочу вам рассказать о том, что я подготовила для вас очень полезные, очень важные материалы. Если вы понимаете, что запутались в теориях цветотипов, или если вы понимаете, что вам надоело работать по интуиции, то есть вы говорите, что теория цветотипов бред, работаете по интуиции, но вам и это надоело, потому что вы понимаете, что в какой-то момент интуиции подводят, нужна какая-то логика. Так вот, я вам предлагаю очень полезные материалы именно по классической теории цвета. Во-первых, у меня есть отличные бесплатные гайды, где вы найдете всю вводную базовую информацию. Это гайд по основам и колористике для стилистов-дизайнеров одежды. Это гайд по самой точной системе цветотипирования. И, соответственно, если вам захочется уже углубляться, то вы можете прийти на базовые курсы. Они супер дешевые, я просто на них поставила супер низкую цену, чтобы мог позволить каждый понять вообще принцип, как мы работаем с классической теорией цвета, что она из себя представляет, да, и как ее применять в цветотипировании. То есть это вот такие, да, я знаю, что обычно надо рекламировать всего один продукт, но вот это те материалы, которые работают в связке. Для начала вам нужно понять, что есть классическая теория цвета, без дурацких статей из интернета, без очень странных, там, каких-то курсов, да, от стилистов. То есть вам сначала надо понять вот эту базу. Как только вы освоите просто самые обычные основы колористики, для вас откроются остальные двери. И затем вы уже сможете лучше понимать то, о чем я буду и сегодня говорить, да, то есть самую точную систему цветотипирования. В общем, все ссылки будут в описании. Начните сначала хотя бы с гайдов, вот, и посмотрите их, почитайте, и затем вы уже можете приходить в обучение, да, давайте вместе пропагандировать классическую теорию цвета, давайте вместе ее изучать. Самое главное, о чем я всегда говорю, и, не знаю, тут надо включать какие-то гипнотические, наверное, техники, что температуры внешности не существует. Это отдельная большая тема, но действительно температура внешности, температура оттенков, это незначительная, или даже, можно сказать, эзотерическая характеристика сравнения, когда вот мы проводим разных оттенков одежды, например, или каких-то платков, или просто вот, ну, цветовых пятен абстрактных. На самом деле, разница по температуре оттенков встречается не так часто, поэтому это очень неважная, очень малозначительная характеристика. Но в стилистике, из-за того, что сюда приходят люди без профильного, без художественного образования, вот, они уделяют температуре оттенка, температуре внешности чрезмерно большое значение. Здесь вот нужно просто это стереть из памяти, и вот если вы освободитесь от этой мысли, если вы позволите, да, что называется, с вашим нейроном освободиться, уйти просто, да, забыть про температуру внешности, то вы будете цветотипы анализировать внешность людей, вот просто, как щелкать орешки. Вы будете подбирать им оттенки одежды возле лица, и во всем комплекте, вот просто, вот, действительно, по щелчку пальцев. Это очень классное умение, особенно для стилистов, которые работают, например, в таких экстремальных условиях, как экспресс-шопинг, которые подбирают быстро моделям одежду на каких-то показах, ну, то есть, вот быстро надо работать, да, или, например, если вы консультируете людей в магазине, ну, то есть, у вас вот есть какие-то варианты, когда вам нужно быстро посмотреть на человека, оценить его внешность, подобрать ему одежду. Вам некогда сидеть, примерять платочки, а теплая у тебя температура внешности, или холодная, что тебе подойдет. То есть, это все бред. Как только вы научитесь смотреть на человека, и видеть его цветовую палитру, все, перед вами открываются все двери. То есть, это очень легко, это очень просто. Ну, и также нам с вами нужно понимать такие, да, основы уже визуального восприятия, это такая уже более сложная тема, это даже не относится к теории цвета, как мы с вами воспринимаем внешность человека, как мы с вами анализируем человека. Для этого нам с вами нужно, в принципе, посмотреть, понаблюдать за собой, как мы с вами воспринимаем других людей, и тогда вы заметите такую интересную вещь, что иногда, вот при личной беседе, вы сидите с человеком с глазу на глаз, и ваш взгляд фокусируется на его крупном портрете, на лице, на глазах, на губах, то есть, вот на вот этой части, верхней части, да, называется зона крупного портрета. Но также люди все-таки, это не только голова и плечи, и грудь, это еще и остальное туловище, ноги, то есть, человека мы с вами еще и наблюдаем в полный рост, да, общий, так называемый, портрет. И также, вот когда мы с вами на человека смотрим, мы смотрим на цветовую палитру и его внешности, и его костюма, и мы все это тоже с вами неким образом анализируем. Поэтому здесь мы с вами должны понимать, что при восприятии человеческой фигуры у нас с вами одновременно, да, даже можно сказать практически единомоментно работает и детальное восприятие, и общее восприятие, да. Человек это и вот некая фигура, которая к нам может приближаться, и которая от нас может удаляться. Человек это не картина, которая висит на стене, да, это объект, который движется. Вот эти важные моменты мы с вами должны и запомнить. Давайте теперь посмотрим шаги, которые мы с вами должны сделать для того, чтобы проработать цветовую палитру гардероба. Как я уже сказала, мы с вами человека анализируем, да, видим и крупный его портрет, и общий портрет. Поэтому для начала, первым шагом, мы с вами анализируем общий портрет, крупный, и смотрим детально, какие оттенки мы видим в волосах, какие оттенки глаз, какие оттенки губ, оттенок, да, какие, какого оттенка кожи, или тут есть какие-то разные цветовые пятна, да, то есть мы с вами анализируем то, что мы видим здесь и сейчас. Так же, как если бы мы с вами анализировали бы какую-то картину, например, то есть просто вот посмотреть, какие есть оттенки. Еще раз, мы с вами расщепляем, как бы, внешность на конкретные оттенки, которые вы видите перед собой. Никакой температуры оттенков выяснять не надо, да. Если вы были у меня на обучении по основам колористики, то вы знаете, что в первую очередь мы смотрим на цветовой тон, на светлоту и на насыщенность, если она есть. Никакая яркость, никакая температура оттенков нам здесь не нужна. Мы просто смотрим, что это конкретные за оттенки. И какой конкретный оттенок или оттенки в волосах, глазах, губах, какие оттенки кожи, да. Еще раз, без всяких там премудростей, без температуры внешности, без температуры оттенков и всей подобной эзотерики. И затем мы с вами вторым шагом подбираем уже одежду, оттенки одежды возле лица. Один оттенок. Подбирать мы это можем с вами по принципу повтороподобия противопоставления. Что это значит? Что мы с вами можем брать те оттенки, которые уже есть во внешности, которые максимально к ним приближены или которые резко различаются, но вместе с тем создают гармоничное сочетание. Очень многие теории цветотипов вам говорят о том, что подбирать оттенки нужно только по принципу подобия, да, повтора или подобия. Нет, еще есть у нас и принцип противопоставления. Там достаточно много правил, то есть я сейчас такую общую вам информацию говорю, уже более подробно, более конкретно. Я все показываю, например, в гайде, либо уже на платных обучениях. Да, сейчас только общая информация. Это все просто до безобразия, да, то есть основные правила, они очень простые. По принципу повтора вы берете те же оттенки, что есть во внешности, например, в данном случае мы взяли оттенок глаз. Во втором случае мы взяли с вами оттенок волос, но немножечко темнее, да, то есть он максимально подобен, он максимально похож, но все-таки не точь-в-точь. И, наконец, по принципу противопоставления мы взяли оттенок, которого нет во внешности, который резко с ней различается. Затем у нас с вами набирается целая палитра оттенков, которые хорошо подходят к нашему лицу, их может быть очень много. И что мы с вами делаем потом? Мы анализируем общую внешность человека, вот общую цветовую палитру. Как если бы мы с вами посмотрели на человека издалека? Вот обратите внимание, что когда вы смотрите на человека издалека, где-нибудь на улице, вы видите только крупные визуальные единицы, например, глаза, они полностью размываются. Если у человека длинные волосы, то вы только замечаете оттенок кожи и волос. Если человек лысый, вы видите только его лицо. То есть там немножечко мы по-разному работаем. Мы с вами таким образом, да, определяем тип нюанса или контраста, который во внешности заложен. Для того, чтобы именно таким образом проанализировать внешность человека, желательно посмотреть на него издалека или как бы размыть, да, прищуриться, то есть посмотреть именно в общих чертах. Можете, если вы себя, например, фотографируете, закрыть глаза, то есть посмотрите на крупные визуальные единицы. Как правило, это цвет волос, да, то есть это волосы и кожа. Вот, и таким образом вы сможете проанализировать, какой тип нюанса или контраста у вас во внешности заложен. А внешность, она может быть либо нюансной, либо контрастной, да. Может быть нюанс светлых оттенков, средних по светлоте, нюанс темных оттенков или теплых оттенков. И три типа контраста. Это по светлоте, по насыщенности или по цвету. У них очень много самых разных вариантов, но вот это основные типы внешности. Самые такие основные, часто встречающиеся. И потом, четвертым шагом, мы с вами работаем как с конструктором. У нас с вами есть цветовая палитра внешности, и к ней, то есть тип нюанса или контраста, и к ней мы с вами присостыковываем тип нюанса или контраста в комплекте. Мы с вами можем подобрать оттенки во всем комплекте по принципу повтора, подобия, либо противопоставления. То есть смотрите, тут очень многие путаются. У нас с вами уже заложено во внешности какой-либо тип нюанса или контраста, и к нему могут подходить различные типы нюансов или контрастов. Соответственно, по принципу повтора мы выбираем ту же цветовую палитру, что и во внешности. Например, если это контраст по светлоте, то мы можем использовать также контраст по светлоте и в одежде. Можем выбирать по принципу подобия, например, темные волосы. Соответственно, мы продолжаем эту тему и в одежде человеку предлагаем нюанс темных оттенков, либо по принципу противопоставления выбираем тип нюанса или контраста, который резко различается. Например, контраст по цвету. Тут вот у многих очень загвоздки, потому что многие не очень понимают, какие бывают типы нюансов, какие бывают типы контрастов, вообще как их выявлять, как их видеть, как их составлять. Именно поэтому я вам рекомендую пройти мое обучение по основам колористики. Это база, которая вам очень сильно поможет. Вот такие вот темы. Тут очень много знаний, которые, конечно, нужно владеть, но когда вы их освоите, я вам еще раз повторяю, вы будете вот как орешки щелкать, вы будете смотреть на человека и сразу говорить, у тебя такой-то цветотип, тебе подойдет то-то, то-то, и уже самое сложное будет для вас это подобрать конкретные оттенки и потом конкретные цветовые сочетания. Кстати, именно потому, что анализировать цветотип человека это очень легко и просто, я, например, это сделала бесплатной услугой. Вы можете написать мне в личное сообщение, прислать свои фотографии, и я вам скажу, что у вас за тип нюанса или контраста во внешности. Другая проблема, что потом с этим делать, как с этим потом работать, но это действительно намного проще, чем определять температуру внешности. Температура внешности это бредовая, несуществующая характеристика, запомните это. Вот такая вводная информация, то есть, да, я вам рассказала шаги, на которых основана самая точная система цветотипов и метод подбора одежды, да, палитры гардероба с помощью нее. На самом деле, это супер простая логика, да, то есть, по сути, вам нужно знать только типа нюансов, типа контрастов. Если вы в них разбираетесь, все, вам открыты вообще все двери. Вот. Но, к сожалению, этому почему-то не обучают. И когда я вот занималась темой, я исследовала рынок, вообще, что у нас сейчас с курсами по колористике, я увидела, что никто этому не учит, никто это не преподает. Видимо, потому что вот у меня именно сложилось такое сочетание, что я исследователь моды, у меня 14 лет художественного образования, то есть, я в этом всем как рыба в воде. Поэтому будем, конечно, с вами дальше разбирать тему самой точной системы цветотипов, темы классической теории цвета, как ее применять в стилистике. Еще раз повторю, что обязательно скачивайте гайды, они очень полезны, это просто вот тот фундамент, та база, которая вам нужна для того, чтобы высококлассно, профессионально и очень быстро работать с цветом, чтобы работать по логике, да, без интуиции. но вместе с тем у вас будет широчайший простор для фантазии. Вот, пожалуйста, все скачивайте, смотрите, напомню, что приходить можете также на базовые курсы, они супер дешевые, просто это вот самые низкие цены на мои продукты, там уже дальше будет более высокая цена на более глубокие продукты. Вот, поэтому переходите, смотрите, сделала все специально для вас, чтобы вы становились профессионалами цвета, экспертами цвета. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, нас с вами ждут великие дела, я уверена. С вами была следователь моды и теории цвета Натали Дешан. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok